Меня зовут Арсений Веснин, это программа «Особое мнение». У нас в гостях сегодня зампредседатель партии «Парнас» Илья Яшин. Илья, привет! Добрый день! Я, так сказать, приехал в Петербург представить свой доклад про Кадырова. «Угроза национальной безопасности». Совершенно верно. У нас за вторник была презентация в Москве, и вот уже через день мы решили презентовать его в Петербурге. А вообще зачем презентовать в Петербурге, если уже в Москве о нем журналисты рассказали? Ну, это же не только для журналистов делается. Это делается и для наших сторонников, и для людей, которые интересуются этой темой. У меня запланирована целая серия поездков регионов. Я уже получил приглашение в Челябинск, в Тулу, в Нижний Новгород, в еще целый ряд городов. И это действительно важно, потому что эта проблема касается не только Москвы и московских журналистов. Эта проблема касается всей страны, и для меня очень важно привлечь к этому внимание вообще всей России. И действительно, аудитория моего доклада – это все российское общество. Поэтому вот тот, кто готов меня слышать, я готов с ним разговаривать. Тогда у меня сразу вопрос. Этот доклад, он уже есть в распечатанном виде. Какой тираж и какой тираж планируется? Ну, первый тираж не очень большой. 10 тысяч экземпляров мы напечатали. Надеюсь, что доклад будет востребован, и будет необходимость допечатывать и больший тираж. Его будут на улицах раздавать. Как его получить-то можно? Будут раздавать его и на улицах. В интернете его активно распространяют. Уже прочитал несколько сот тысяч человек его в интернете на площадках Парнаса, там «Открытая Россия», «Эхо Москвы». Он был размещен. Рамзан Кадыров нам неплохо помог, кстати, у себя в социальных сетях разместил тоже. Это, конечно, привлекло внимание к докладу и увеличило число людей, которые с ним ознакомились. Но мы будем вести и оффлайн, конечно, компанию. Мы планируем там серию таких больших пикетов, на которых будем просто распространять этот доклад среди москвичей. Ну, собственно, жанр этого доклада, он такой немцовский. Среди москвичей или все-таки в регионах тоже он будет распространяться на улицах? И в регионах тоже будем распространять, конечно. У меня в связи с этим к тебе сразу вопрос. Кажется, в прошлом мае как раз-таки ты презентовал здесь тоже в Петербурге доклад Немцова, который доделали вы после его убийства. Тогда говорили о том, что он тоже разойдется многотысячными тиражами. Но я честно скажу, ни я, ни мои коллеги в Петербурге ни разу не видели, чтобы этот доклад распространяли. Мы распространили его по России тиражом примерно 40 тысяч экземпляров. У нас еще, кстати, небольшой тираж остался. И в Петербурге его довольно активно распространяли. Уж не знаю, почему ваши коллеги его не видели. И на Урале мы его распространяли, и в Центральной России. Ну, настолько, насколько это возможно. Тема, конечно, непростая. Были там и конфликты, были и стычки там и так далее. Но в целом я считаю, что кампания по распространению предыдущего доклада прошла неплохо, довольно динамично. Доклад вызвал серьезный резонанс. И я уверен, что новый доклад вызовет резонанс не меньший. Какой это фидбэк, отклик от этих докладов, от того немцовского, от этого? Ты его чувствуешь? Он вообще есть? И как он может проявиться? Ну, дело в том, что это в значительной степени даже не столько политическая, сколько просветительская работа. Да, вы доносите до людей информацию, которая ложится на почву, потом произрастает, и в конце концов дает какие-то результаты. Это игра в долгую, это такая сложная, долгая, кропотливая работа, поэтому моментальных результатов мы не ждем. Это работа по формированию общественного мнения в России. Мы пытаемся создать альтернативные механизмы формирования общественного мнения, распространения независимой информации и так далее. Это очень сложно делать, потому что мы противостоим, по сути, огромной государственной махине путинской пропаганды. Конечно, конкурировать с телевизионным зомбоящиком очень сложно, да, но, тем не менее, надо пытаться. И определенные успехи у нас есть, и надо сказать, что из Чечни сейчас я получаю довольно много писем, сообщений от людей с благодарностью за то, что я делаю. И появились новые люди, которые готовы помогать в распространении. Из московских чеченцев ко мне стали сейчас обращаться люди. Так что есть определенные успехи. Я думаю, что моментального, конечно, результата мы не добьемся, но постепенно, шаг за шагом, день за днем, мы будем доносить до людей правду. Это вообще самое важное, что должна делать оппозиция в современной России. Про Чечню мы сейчас поговорим. Я просто хочу напомнить средства связи. Илье Яшину можно задавать вопросы по СМС 970-22-40. 970-22-40. Также у нас есть твиттеры HMSK78 и трансляция в Перископе. Ссылку на нее можно тоже найти в Твиттере. В Перископе это видеотрансляция, если кто-то не знает. По поводу твоей поездки в Чечни, давай просто начнем сначала по порядку. Вот некий водитель такси Руслан Хашагульгов рассказал корреспондентам ЧГТРК Грозный. О том, что в Чечню-то ты приехал только на 40 минут для того, чтобы сделать селфи перед мечетью и еще где-то. Это правда 40 минут ты был в Чечне? Слушайте, ну мне ужасно жалко этого водителя, потому что я очень рад, по крайней мере, что его не заставили там без штанов извиняться, как это обычно происходит в Чечне. Хотя он, кстати, не житель Чечни, он житель Назрания. Вы видели наверняка этот сюжет. Его там весь день мучили, возили, было несколько точек, где его снимали. Уж я не знаю, какие там аргументы использовали для того, чтобы он все это говорил. Но выглядит он откровенно запуганным. Особенно вот последний кадр. Многие, кстати, в интернете обращали на это внимание. Человек действительно абсолютно бледный и говорит дрожащим абсолютно голосом. Поэтому я приехал утром, где-то там в районе 9 часов я прилетел в Назрань, доехал до Грозного, провел там день, погулял по городу, встретился там вот со своими визави, с которыми мы обсудили некоторые детали. Потом я поехал в Беслан, из Беслана я улетал. В Беслане у меня была еще одна встреча в аэропорту. В общем, я провел там полноценный день. Да, это, конечно, не так много, как хотелось бы, но сам факт того, что я побывал в Грозном, для меня очень важен. Сам факт того, что я нашел собеседников в Грозном, которые... Какую-то информацию ты там узнал? Да, они передали мне там некоторые бумаги, которые я, кстати, в итоге использовал в докладе. Они познакомили с содержанием доклада и покритиковали его отчасти, посоветовали мне какую-то информацию брать. Какую-то информацию, наоборот, подтвердили. Надо сказать, что эти люди, они никакого отношения к политике не имеют. Это обычные, самые обычные чеченцы, которые очень недовольны тем, что происходит в республике. У нас с ними хватает разногласий. Например, мы совершенно по-разному оцениваем роль ислама в российском обществе, вообще религии и так далее. Но, тем не менее, они серьезно пострадали в свое время от кадыровского режима. И общая цель у нас одна. Мы понимаем, что кадыров представляют угрозу и для Чечни, и для России в целом. И мы понимаем, что и Чечне, и России нужны перемены, и власть должна меняться. Поэтому мы нашли общий язык. Самое главное, о чем мы договорились, они помогут распространить доклад на территории Чечни. Там небольшой печатный тираж мы туда постараемся аккуратно заслать. И из рук в руки прочитал, передая товарищу. По этому принципу доклад будет в Чечне распространяться. Но, кстати, опять же, обращу внимание, для меня одной из главных проблем при распространении доклада было придумать, как его распространять на территории Чечни. Потому что сам факт нахождения этого доклада в доме создает для владельца этого дома определенные риски. Ну, так что слив открытой России этого доклада заранее. Ну, не слив, все-таки. Я все-таки думаю, что это была техническая, действительно, ошибка. Но сам факт того, что... Он был запланирован, или нет, может быть, чтобы Кадыров как раз среагировал? Это действительно была техническая, довольно обидная ошибка. Но то, как Кадыров среагировал, меня очень обрадовало. Я напомню, что Рамзан Кадыров сам выложил этот доклад, ссылку на него дал. И это означает, что в Чечне доклад, несомненно, прочитают. И вот судя по откликам, судя по письмам, которые я получаю, я... А что за отклики за письма? Буквально в двух словах. Пишут разные люди абсолютно. Кто-то говорит спасибо, кто-то начинает лишь кучу со мной завязывать. Вот я прочитал твой доклад, вот у меня, я тобой недоволен, но вот у меня есть ряд вопросов. Ты начинаешь с человеком разговаривать, отвечаешь на его вопросы. Ну и как-то вы находите общий язык там, да. Кто-то наоборот говорит, я твой доклад не читал, там сплошная клевета, да. Ты человека убеждаешь его прочитать, после этого у вас завязывается какой-то разговор там, да. И тот факт, что Кадыров опубликовал этот доклад, да, лишил людей страха его читать. Вот что самое главное, да. То есть твой доклад клевета... А то есть в Чечне реально люди могут бояться читать такой доклад? Конечно, конечно. В Чечне очень жестко контролируют социальные сети, сети WhatsApp. И вспомните, когда Кадыров отчитывал женщин за то, что они обсуждали свадьбу вот этой вот несовершеннолетней девочки с полицейским из Чечни, обсуждали в WhatsApp, да. Кадыров их вызвал, собрал, отчитывал там и так далее. Чечня действительно находится в состоянии страха. Это действительно такая Северная Корея в миниатюре. И тот факт, что Кадыров опубликовал этот доклад, да, он дает мне аргумент. Я говорю, слушайте, ну вот вы говорите, что не читали доклад, ну прочитайте. Ваш же руководитель его опубликовал. Прочитайте. Не читайте. Вот еще пришло несколько сообщений все-таки с тем, где достать на бумаге этот доклад. Ну, вы можете написать мне в социальных сетях. Мы, в принципе, пытаемся как-то продумать сейчас способ распространения в Москве. Мы будем проводить какие-то публичные мероприятия и там встречи со сторонниками я запланировал. Все-таки в Петербурге, Илья, мы сейчас в Петербурге. А, в Петербурге, да, простите. В Петербурге, значит, вам нужно обратиться в партию Парнас, значит, к руководителям нашей организации Андрею Пивоварову или Наталье Грязневич. Вы можете к ним в социальных сетях обратиться или прийти в офис Парнаса, найдете контакты в интернете. Я привез небольшой тираж доклада. В Петербурге доклад есть в печатном виде, так что если вы обратитесь в Парнас, получите в печатном виде, вот он, где у вас перископ. Вот, здесь перископ, да, я сейчас его показываю, тут большой портрет Кадырова. А, Илья, много критики по поводу твоего доклада. Очень многие люди, вот, во всяком случае, в интернете, то, что я читал, говорят, что он очень общий. Что там, в общем-то, собраны очевидные вещи из многочисленных различных публикаций в СМИ. Это, кстати, основная линия критики со стороны Кадырова. Кадыров написал, если не ошибаюсь, не ручаясь за точные сформулировки, но смысл был в таком, что посмотрел я этот доклад, ничего там нового и сенсационного. В общем-то, сложно с Рамзаном Ахматовичем спорить. Действительно, никаких сенсаций в докладе нет. Но не секрет, что Чечня погрязла в коррупции. Все это знают, никакой сенсации. Не секрет, что кадыровские боевики с удостоверениями МВД убивают людей и стоят за целым рядом политических убийств. Это тоже не секрет, никакой сенсации. Не секрет, что жители Чечни собирают дань фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. И фонд Ахмад Хаджи Кадырова используется фактически как личный карман Рамзана Кадырова. Из этого фонда платятся гонорары голливудским звездам за то, чтобы они приехали, посидели рядом с Кадыровым на футбольном матче, на какие-то подарки дорогим гостям и так далее. На всякую роскошную жизнь. Все это не секрет, действительно в этом нет сенсации. Ценность доклада заключается в том, что, во-первых, он написан простым, понятным, публицистическим языком и рассчитан на широкую аудиторию. Во-вторых, он все эти многочисленные факты систематизирует, анализирует и, самое главное, подтверждает ссылками, документами, доказательствами и так далее. Я буду очень рад, если на меня, например, Кадыров подаст в суд. И я смогу доказать в суде, что все, что здесь я сформулировал, является правдой. Вот на меня, насколько я знаю, вчера написали заявление в Генеральную прокуратуру сторонники Кадырова из какой-то там одной из карликовых кремлевских партий. И что требуют? Требуют провести проверку и привлечь меня к уголовной ответственности за разжигание розни к социальной группе Кадыров. 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 Хорошая социальная группа. Пусть проверяют, пусть, значит, оспаривают и так далее. Доклад, действительно, ценность этого доклада заключается в том, что каждый тезис в этом докладе подтвержден ссылками, подтвержден доказательствами, подтвержден документами. Ну, давайте, попробуйте меня спорить. То есть, Илья Яшин открыт к диалогу и готов даже к судебным разбирательствам и с правоохранительными органами. Хорошо, удача. Если что, еще одна претензия к этому докладу. Вот наш историк петербургский Данил Куцубинский, он написал довольно большой пост в Фейсбуке. В частности, говорит он там о том, что этот доклад, по его ощущению, он как будто бы спонсирован и заказан спецслужбами России, потому что это вот такое противостояние спецслужб с Кадыровым. И вот, якобы там говорится, что Путин, упрекается Путин в том, что он слишком слаб и не может ничего сделать с Кадыровым. И это есть призыв к началу Третьей Чеченской войны. Ну, я читал пост Куцубинского, у меня сложилось ощущение, что он доклад просто либо вообще не читал, да, либо ознакомился с ним очень бегло. Он обвиняет меня в том, что я критикую Кадырова за то, что он инородец. Да, ну то есть, упрекать меня в том, что это античеченский доклад, может только человек, который либо не читал этот доклад, либо сознательно передергивает факты. Что касается, как напишал Катюбинский, ФСБшной стилистики доклада, то это глупость какая-то. Ну, я настаиваю на том, что российская демократическая оппозиция – это национально ориентированная оппозиция. Это движение, которое выступает за целостность России, это движение, которое выступает за российскую конституцию, это движение, которое выступает за равноправие регионов. И я отстаиваю в этом докладе, в том числе и интересы чеченского народа. Я с этого начал, собственно, свою презентацию в Москве. Я прекрасно понимаю, что режим Кадырова, а я выступаю именно против режима Кадырова, а не против Чечни, не против чеченцев. Так вот, режим Кадырова опасен не только для России в целом, но в первую очередь для чеченского народа, потому что режим Кадырова создает атмосферу страха, атмосферу унижения чеченцев. Я настаиваю на том, чтобы у чеченцев было право выбирать руководителей, а не мириться с назначенными руководителями в результате договоренности Путина и Кадырова. Я настаиваю на том, чтобы у чеченцев было право на местное самоуправление, чтобы они могли свободно выбирать парламент. Я хочу, чтобы Чечня стала, как и другие российские регионы, нормальным субъектом федерации, на котором распространяются все конституционные права, которые закреплены в законе. Ты говоришь, как и все другие регионы, стало бы нормальным регионом, как и все остальные. То есть, тем самым ты говоришь, что проблем в России и в других регионах нет, что они нормальные, а Чечня плохая. Какова роль центральной власти страны и Путина в твоем докладе? Ключевой тезис доклада заключается в том, что ответственность за то, что происходит в Чечне, несет в первую очередь Владимир Путин. Потому что режим Кадырова во всех его проявлениях, в конце концов, это результат политики Путина на Северном Кавказе. Я начинаю свой доклад с того, как зарождался режим Кадырова. Действительно, там пытались выстроить на первом этапе некую систему сдержек противовесов. Вот была такая двуголовая система. С одной стороны, был президент Алло Алханов, который в свое время получил медаль за оборону Грозного от сепаратистов. А с другой стороны, премьером был Рамзан Кадыров, который воевал на стороне сепаратистов и взял в руки автомат, когда ему не было еще и 17 лет. Это его цитата. Вот пытались создать такую систему сдержек противовесов, все это привело к противостоянию. И в конце концов, Путин смирился с Кадыровым, понял, что Кадыров это такое неизбежное зло. И отдал ему всю полномочия, всю власть. И создал абсолютно исключительные полномочия для Кадырова. 10 лет накачивают Кадырова деньгами, позволили ему создать региональную армию. И в конце концов, именно Путин создал на Северном Кавказе такую бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. И на самом деле, именно Путин... В чем опасность? У нас просто не очень много времени, да? В чем опасность Течни, коротко, тезисно? Это фактически государство внутри российского государства, который не подчиняется российским законам, кадыровский режим не подчиняется российским законам. Он неуправляем, он угрожает не только оппозиционерам, но и правоохранительным органам России. Это рискует обернуться новой, к сожалению, Чеченской войной, выходом Течни из состава России. Причем вопрос будет уже стоять не о том, за сколько там российская армия отвоюет грозно у кадыровцев, да? А сколько территорий кадыров захватят с собой? Я тебя понял. Короткий вопрос. Ты приглашал Кадырова на встречу, на свидание. Он как-то откликнулся, до сих пор нет? Я написал Кадырову письмо в начале декабря с предложением встретиться, причем в Грозном, на его территории, и ответить на ряд вопросов, связанных с убийством Бориса Немцова, связанных с тем, что в целом происходит в Чечне. У Кадырова реакция была довольно эмоциональная такая, избыточная. Вот все, что мы наблюдаем последние пару месяцев, да, на мой взгляд, это как раз реакция отчасти на это письмо. Но от самой встречи Кадыров так ловко сманеврировал, и поэтому последняя глава доклада – это, собственно, те вопросы, которые я планировал Кадырову задать при личной встрече. Вот их 20 вопросов, они касаются всего содержания доклада, представляют собой такую выжимку фактически из доклада. Но ни на один из этих вопросов Кадыров до сих пор не отреагировал. Он активно реагирует на доклад, используя оскорбления, угрозы и так далее. То есть встречи в ближайшее время у вас пока не планируются? Кадыров явно к этой встрече не готов. Он приглашал же в свое время Жанну Немцову на встречу для того, чтобы ответить на вопрос. Вот Жанну, он был готов встретиться, хотя прекрасно знал, что она в эмиграции, в ближайшее время в Россию не собирается. Но вот от встречи со мной как-то проигнорировал предложение. Все-таки что происходит? Почему Кадыров в последнее время так активизировался и в своих социальных сетях, и в своей какой-то политической активности, и все эти его нападки на оппозицию, и с Касьяновым эта история? Почему это все? Мне кажется, что Кадыров чувствует себя не очень уверенно в последнее время. Вы знаете, что у него 5 апреля истекает срок полномочий. У Кадырова действительно много оппонентов. В общем, не секрет, что у него, конечно, есть оппоненты и внутри российской власти. Кадыров абсолютно неуправляемый. Кадыров действительно опасный. Это понимает не только оппозиция, это все понимают. То есть Кадыров сейчас шатается или все-таки он настоящий? Я думаю, что есть некая такая игра, есть, конечно, некоторая грызня бульдогов под ковром. И я думаю, что у нас есть шанс действительно добиться отставки Кадырова. Мы добиваемся отставки Кадырова. И Кадыров чувствует себя неуверенно под Кадыровым. Ну уж я не знаю, правильно ли использовать выражение «шатается кресло». Но то, что Кадыров чувствует себя сейчас, возможно, наименее уверенно, чем за все последние 10 лет, мне это кажется очевидным. Но фактически решение об отставке Кадырова будет принимать Путин. Разумеется. Именно на Путина Кадыров рассчитывает, именно к Путину он апеллирует. Но, соответственно, вы тоже апеллируете к Путину. Мы апеллируем к российскому обществу. Да, Путина мы критикуем за то, что он устроил в Чечне. И мы требуем от Путина, чтобы он навел порядок. Потому что если Путин не начнет действовать немедленно, ситуация рискует стать необратимой, просто обернуться новой кровавой расправой. Путин не имеет никакого стратегического мышления. Он не думает о том, что будет Россия с Чечнёй через 10, через 20 лет. А мы думаем об этом. Илья, Ходорковский недавно высказался, что и Путин, и Медведев не должны попадать под какую-то ответственность, как главы государства, руководители государства. Ты согласен с Ходорковским? Я понимаю смысл высказывания Ходорковского. Ходорковский... Я понимаю, что твоя позиция, ты резко настроен критично к Путину. Ты обвиняешь его в различных преступлениях, и в прошлых докладах Немцова, например, об этом шла речь. Путин должен быть в будущем наказан, по твоему мнению? Это зависит от того, что будет происходить с Россией в ближайшие годы. Если условия мирных изменений в России, мирной передачи власти новому демократическому правительству, будет амнистие для Путина его ближайшего окружения, если это будет плата за отсутствие крови гражданской войны, это приемлемая плата. Но это не значит, что Путин не совершал преступления. К Путину огромное количество вопросов, огромное количество претензий. Но в этом смысле мне близка позиция, которую еще в свое время, несколько лет назад, озвучил Андрей Пиантковский. Он сформулировал концепцию так называемого воровского теплохода. Были философские теплоходы в свое время. После гражданской войны интеллигенция на этих теплоходах уплывала за границу, в эмиграцию, и большевистская правительство давало им такую возможность. Если условием мирного, цивилизованного перехода к демократическому правлению, трансформации от авторитаризма к демократии, будет формирование таких теплоходов, на которые Путин и его ближайшее окружение погрузятся и уплывут, оставив страну нормальным людям, это неприятно, но это приемлемый компромисс. Если же нет, тогда разговор должен строиться иначе. Пару, две с половиной минуты у нас остается до новостей. Мы просто уже часто произнесли имя Бориса Немцова, убитого. У нас в эти выходные, в субботу, 27 февраля, в годовщину его убийства, будет и в Петербурге марш памяти Немцова, и в Москве будет акция. Это будет все-таки именно марш памяти Немцова, или там будут какие-то политические требования? Я не думаю, что имеет смысл формулировать даже какие-то политические требования, потому что все понимают, убийство Немцова – это, по сути, террористический акт. Это демонстративная расправа, которая направлена на то, чтобы запугать тех российских граждан, ту часть российского общества, которая не согласна с политикой Путина, которая критикует политику Путина. И очень важно выйти на улицу для того, чтобы показать, что нас невозможно запугать, что мы не испугались, что мы будем продолжать требовать демократических реформ, что мы будем добиваться, чтобы Россия стала той страной, за которую Борис Немцов боролся, той страной, за которую Немцов, в конце концов, отдал жизнь. Поэтому я приглашаю всех петербуржцев 27 февраля в 14.00 прийти на марш памяти Бориса Немцова, в 14.00 сбору метро «Горьковская». Это действительно очень важное мероприятие. Это не только дань памяти нашему погибшему товарищу, это еще и вопрос о том, что будет происходить с Россией в ближайшее будущее. Нам нужно показать, что у нас много, и добиться того, чтобы Россия стала нормальной демократической страной. Приходите, пожалуйста, 14.00, метро «Горьковская», «Марш памяти Немцова». Как ты думаешь, Илья, много людей будет в Петербурге, в Москве, в других регионах? Мне кажется, достаточно много, потому что убийство Немцова стало шокирующим и таким мобилизующим событием для значительного числа людей. Да, я понимаю, кто-то уехал из страны, кто-то испугался и замолчал, но, с другой стороны, я вижу тот приток в оппозицию, который случился после убийства Немцова. Я вижу, сколько людей посчитало это последней капли, сколько людей стало приходить на протестные акции. Я помню, это море людей на «Марше памяти Немцова» 1 марта прошлого года и в Москве, и в Петербурге, и в других городах. И я верю, что убийство Немцова не останется безнаказанным. Я верю, что мы добьемся справедливости. Илья, у нас сейчас московские новости. Я напомню, что зампред партии «Парнас» Илья Яшин у нас в гостях. Мы вернемся через несколько минут. Особое мнение. Возвращаемся в петербургскую студию. 11 часов 34 минуты у нас здесь на часах. И здесь же у нас за столом сидит Илья Яшин, зампред партии «Парнас». Это его особое мнение. Уйдем от темы Кадырова. Все-таки поговорим о других вещах. Появилось обращение в новой газете «Интеллигенции» с призывом к «Яблоку» и «Парнасу» объединиться перед предстоящими выборами. Это вообще реально? Сложно сказать. Постановка вопроса абсолютно правильная и справедливая. Вы знаете, что есть уже реакция «Парнаса» на это обращение. Есть реакция «Яблока» тоже. Да, есть реакция «Парнаса» положительная. Есть реакция «Яблока», как обычно. Почему, как обычно? «Яблоко» согласна? Понятно. Значит, смотрите. Действительно очень важно, в конце концов, добиться формирования Объединенной Демократической Партии. И позиция Партии Народной Свободы, которую я представляю, заключается в том, что это наша стратегическая задача. Если удастся сформировать Объединенный Список на выборах, это будет огромной победой и практически гарантирует возвращение демократов в Государственную Думу. Это на самом деле изменит весь политический ландшафт. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Любые переговоры с «Яблоком» заканчиваются тем, что вы какие-то неправильные демократы, вы должны покаяться, вас Навальный националист, Яшев-негодяй, Касьянов, несет ответственность за какие-то реформы, которые нам не нравятся. Значит, мы можем взять вот этого, этого не можем взять и так далее. Давайте определимся с правилами. Определимся со списком, даже не имеет принципиального значения, список какой партии мы возьмем за основу. Давайте сформируем его. То есть вы готовы войти, если что, в список яблока? Если мы договоримся о том, что список будет один, мы к этому, разумеется, готовы. Но список должен формироваться в результате, например, праймерис. Не в результате того, что там Григорий Алексеевич Явлинский у себя в кабинете решит, и кто ему нравится, а кто ему не нравится. Пусть арбитром будут наши сторонники. Будьте здоровы. Спасибо. Пусть арбитром будут наши избиратели. Вот мы договорились об этом, например, в Парнасе. О том, что список формируется не в результате договоренности между руководителями демократической коалиции, кулуарных. Мы договорились о том, что рейтинг, который в итоге станет списком предвыборным, определяет сами наши сторонники. Вот как вы работали там все эти последние годы, насколько вы популярны, пусть люди решают. Но, честно говоря, я хотел бы верить в то, что такая конструкция возможна, но есть определенный скепсис, потому что я много лет стоял в Яблоке, я знаю, как это устроено. Я понимаю, что в конце концов всегда может вмешаться администрация президента и надавить на имеющиеся у нее рычаги. И пока, честно говоря, все, конечно, идет именно к этому. Вы знаете, что переговоры об объединенном списке и совместном участии демократов в выборах пока закончились с заявлением Яблока о том, что только попробуйте сотрудничать с Хударковским, мы вас всех будем исключать из партии. Илья, какие-то реальные переговоры, разговоры, не просто обмен какими-то репликами в СМИ, а вот реальные разговоры, он идет сейчас? Идут консультации. Значит, Яблоко сформировала группу переговорщиков во главе со Львом Штозбергом. С нашей стороны в переговорах участвуют Константин Мерзликин, Михаил Касьянов. Идут консультации. Пока они, правда, касаются в основном одномандатных округов. Пока вот серьезного содержательного разговора о формировании объединенного списка не было. Но, опять же, если этот вопрос удастся решить, если действительно все-таки вопреки всем прогнозам... К чему мы искренне стремимся, я здесь абсолютно не лукавлю. Это решит наверняка вопрос прохождения демократов в Думу. Это создаст фракцию в Государственной Думе. И это приведет к изменению всего политического ландшафта. Это даст действительно шанс на мирные демократические реформы в стране. Поэтому еще раз призываю Яблоко отказаться от изоляционизма. Подумать о стране, подумать о будущем. И сделать шаг навстречу Парнас. И договориться, в конце концов, о том, чтобы работать вместе. В Петербурге насколько реально коалиция такая же? Все зависит от того, удастся ли договориться на федеральном уровне. Если удастся договориться на федеральном уровне, появится шанс договариваться и в регионах. И это практически будет решенным вопросом. Но пока, как вы понимаете, партия готовится идти параллельно. Пока идет разговор о разделе одномандатных округов. С Яблоком, в первую очередь. Там есть некоторый повод для оптимизма. Я разговаривал вчера подробно с лидером Парнаса в Петербурге Андреем Пивоваровым. Он поделился со мной некоторыми соображениями. Разговор идет, разговор содержательный, предметный. Надеюсь, что удастся договориться. Надеюсь, что не будет такой ситуации, когда в каждом округе будет по несколько кандидатов от демократических партий. И в итоге это гарантирует победу Единой России. Я обещал в утреннем эфире передать тебе цифры. 89% наших слушателей, я их много очень позвонила, выступают за то, чтобы вы все-таки с Яблоком как-то объединились. Я вхожу в эти 89%. Это тот редкий случай, когда я оказываюсь в существе. Я буквально остаюсь совсем немного времени. Хочу еще тебя спросить. Партия будет новая. Оксана Дмитриева и господина Титова, бизнес-омбудсмена, которая будет якобы ориентирована и на бизнес, и на пенсионеров. Это правое дело. Какие перспективы у нее на выборах в Госдуме и в Петербурге? Я с интересом отношусь к Оксане Генриховне и с уважением. Считаю, что она в очень положительную роль играет в Государственной Думе. Она поднимает важные вопросы. Она действительно очень содержательно критикует бюджетную политику правительства. Она поднимает важные социальные проблемы. Но, откровенно говоря, в перспективы ее петербургского похода я не очень верю. Я в Петербурге понимаю. Я знаю, что она популярна среди граждан, но я знаю, насколько она не популярна среди чиновников Смольного. Я очень сомневаюсь, что список Дмитриевой будет зарегистрирован на выборы в законодательное собрание. Я прекрасно понимаю, какое оно раздражение вызывает у губернатора. Я помню, как абсолютно по-хамски нагло ее сняли с выборов губернатора, абсолютно делегитимизировав эти выборы. Я прекрасно понимаю, что Оксана Генриховна делает расчет на то, что все-таки в Кремле дадут команду регистрировать ее список в Петербурге. И таким образом легитимизировать выборы региональные. А перспективы в Госдуме? Я думаю, что у нее есть шанс пройти в Госдуму. Я думаю, что наверняка она будет выдвигаться по одномандатному округу здесь, в Петербурге. У нее есть еще шанс, несомненно, победить. А вот то, что ее список зарегистрируют в Петербурге, у меня есть очень большие сомнения. Обычно, все-таки понимаете, региональные выборы отдают на откуп губернаторам. И вот та истеричная реакция в Смольном на Дмитриеву, которую мы наблюдаем все последнее время, честно говоря, вряд ли позволит зарегистрировать ее список. Это, конечно, несправедливо, но, к сожалению, таковы реалии. Короткий вопрос перед новостями. У нас в Петербурге есть муниципальное образование Парнас, и вот его хотят переименовать как раз-таки из-за этой партии. И вот в Троице-Сергиевой лавре поддержали эту инициативу. Короткий комментарий на 20 секунд. Слушайте, ну, законодательного идиотизма в последнее время мы наблюдаем огромное множество. То они сыры запрещают и давят гусей тракторами, то они Парнас хотят переименовать, потому что им Касьянов не нравится. Нагрегаторы хотят Яндексе запретить, потому что там новости он плохие выдает. Нужно менять власть. Чтобы не было такого законодательного идиотизма, надо выбирать в Думу, в законодательные собрания нормальных депутатов, которые будут заниматься содержательными предметами. Это был Илья Яшин в эфире «Эхо Москвы в Петербурге». Меня зовут Арсений Веснин. Всем пока.